Ну что ж, сегодня понедельник, и надеюсь, предыдущий сюжет все-таки вдохновил вас на осознание того, что настроение зависит не от дня недели, а от того, как вы воспринимаете, ну и как распределяете, конечно, свои силы. А еще настроение во многом зависит от того, звучит ли музыка. И вот в нашей программе, наверное, за годы существования звучали различные музыкальные инструменты, а вот бамбуквая флейта Бансури еще не звучала, и вот сегодня тот день, когда ситуация изменится. Да, звучала она в минувшие выходные в Йога-юниверс-студию, где 22 сентября прошел концерт индийской классической музыки, и в этом концерте принимал участие наш гость Егор Джигала. Он у нас сегодня в гостях в программе «Утро на СТС». Доброе утро, Егор! Добро пожаловать! Вы, хотелось бы, чтобы вы немножко о себе рассказали, потому что вы сами из Беларуси, да? Да, я из Беларуси. Таким-то образом вы полюбили индийскую культуру, индийскую классическую музыку. Но давайте по порядку. Как вы вообще с индийской культурой познакомились? Ну, я познакомился еще лет 15 назад, когда услышал записи известного ситориста, его зовут Равишенкар, и вот я ознакомился с записями, не совсем я понял, как бы... Это была любовь не с первого взгляда. Не с первого взгляда, но что-то я как-то так задела эта музыка меня, и какое-то семя все-таки появилось любви к этой музыке, да. И постепенно, постепенно я еще тоже играл на классической флейте, на посеребряной флейте. И постепенно я один раз услышал индийскую флейту, и она меня просто очаровала. И постепенно я начал изучать, как бы, своими силами. Вот ваша профессиональная оценка, в чем основное отличие от классической флейты, давайте, наверное, так я спрошу? Ну, самая основная, самая основная разница, это то, что в классической флейте есть система клапанов, в которой, как бы, получается, или нота, как бы, закрыта, или открыта, то есть такая темперированная. А в индийской флейте, как бы, то есть отверстия для пальцев, они, как бы, открыты, и постепенно можно, как бы, при помощи пальцев, постепенно закрывая отверстия, как бы, получается такой эффект глиссанта, то есть такой переход от одной ноты к другую. Получается, все в твоих пальцах и руках, нет этого клапана, который разделяет вас от музыки, да? Все-таки более натуральное звучание. Да, да, более натуральное звучание. Ну, и сам материал, с которым изготовлены все эти инструменты, это бамбук, да, насколько я понимаю? Да, бамбук, специальный бамбук, он со штата Асам, очень ровный, без... Вы лично туда ездите и выбирали свои музыкальные инструменты? Нет, нет, я тоже сам делаю флейты, да, но, как бы, я закупаю там в одном месте... Материал, да? Да, материал на рынке, и потом делаю флейты. А что это за процесс такой очень длительный, трудоемкий? Создание, да. Ну, раньше было... Дольше время занималось делать флейты, но сейчас, как бы, при обретении повода опыта, намного быстрее это все получается. Вот, но главная, как бы, особенность, то, что нужно, как бы, правильно настроить все, потому что это инструмент, который один раз настроив, как бы, уже не требует подстройки, как гитара, там, или какой-то другой инструмент. У нас здесь в студии шесть представленных флейт, но, сколько мы знаем, вот за кадром просто Егор их не всех принес на студию, еще, наверное, штук 20, или, если не больше. Они все разные, либо есть дублирующие, или чем они отличаются одна от другой? Есть дублирующие, я еще тоже тут проводил мастер-класс, поэтому некоторые флейты я взял для того, чтобы людям показать, как бы, чтобы какие-то основы показать игры на флейте, бансури. Ну, вот сам мастер-класс, получается, что у нас есть люди, которые тоже интересуются этой музыкой, и поэтому вы и приехали в Кишиневлю для того, чтобы познакомить, да? Есть группа людей, которые интересуются индийской музыкой и флейтами, бансури, вот. Да, есть люди. Вы учились в Индии, и вы много гастролируете по Европе тоже, в том числе, вот по Индии. Как воспринимают там вас, европейского человека, который берет в руки индийскую флейту и прикасается вот таким образом к другой культуре? Да, это интересно. Мне вот, расскажу немножко предысторию, что у меня выпала такая возможность именно по стипендию учиться в Индии, это через посольство в Беларуси, и мне, как бы, предложили по программе определенной, как бы, учиться. И в Дели три года я, как бы, учился в музыкальной консерватории по флейте именно, индийской. Вот. Значит, по поводу, как люди воспринимают... Да, да, как воспринимают, это же интересно. Ну да, они очень интересны, как бы, когда, как бы, культуру Индии, иностранец, играет именно иностранец, и... Доброжелательно ли воспринимают это? Да, очень доброжелательно, очень доброжелательно, очень почтительно, и им очень нравится, когда культура их, как бы, страны, как бы, интересуется иностранцами. Но когда я учился, там много было людей со всего мира, то есть эта программа, по которой я учился, она по всему миру, и с Европы, и с Америки, и с Японии, со всех стран были студенты. Вы знаете, что меня заинтересовало? Само сочетание слов индийская классическая музыка. Мы не так часто слышим о классической индийской музыке, часто мы слышим о медитативной какой-то музыке индийской. Это музыка, которая используется в йоге, в медитации, но вот классическая музыка индийская нам не знакома. Ну вот, или Болливуд, например, да? То есть, да, есть понятие классической музыки индийской, а есть понятие легкой или популярной музыки. Которая в фильмах играет индийская. Да, которая в фильмах в Болливуде, да. Но основа почти любой музыки в Индии, она лежит именно в классике. То есть классическая музыка основана на рагах. Рага – это форма классической музыки. Что такое рага, если в европейском понимании это, наверное, сказать, ну, упрощенно, это как бы определенный лад, то есть определенный строй, по которому играется композиция. И, то есть, в индийской классической музыке характерны вот как раз такие вот эти глиссанды, которые, то есть переход с одной ноты на другую. Музыканты нас, наверняка, сейчас лучше всех понимают. Да, 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 мне интересно. Наверное, лучше один нас услышать. А можно, вот, давайте вы что-нибудь нам покажете, вот на флейте. Вот буквально две-три ноты, каждый может быть флейтер, чтобы мы понимали, чем они отличаются. Потому что чуть позже, уже раскроем мы тайну, Егор нам что-нибудь исполнит, но наверняка это будет на всех флейтах одновременно, да? Поэтому хотелось бы послушать каждое, как звучит. И можно вообще вот подержать ее в руках и попробовать, может, самому что-нибудь сыграть? Так, Денис, да-да, ты даже не знаешь, как схватиться. Так, подожди, дай я догадаюсь. Давайте все-таки. Ну, вот здесь надо сюда, правильно? Вот сюда вот. Ну, вот, да. Не-не-не, вот переверните. Ага, вот с этой стороны. Так, а это, значит, выпускной клапан получается. Да-да-да. Так, хорошо. И вот это отверстие для закрывания. Так, можно попробовать, да? Да, можно попробовать. Так, хорошо. Давайте попробуем сыграть в дуэте. Ну-ну. Так, пока ничего не получилось, а сама техника? Техника сначала как бы нужно тут немножко такая трудная техника именно звукоизвлечения, да? То есть тут воздух, он рассекается как бы на две части, и возникает звук. Вот мы поняли. Ну, почти получается, да. О, практически получается. Ну, короче, в общем, первый урок не больше получился. Да, был закатом попробовать. Я думал, что там много проще, сейчас я вам скажу. Да, ну вот есть разные как бы флейты, то есть разного размера, есть маленькие, есть побольше. Слушаем каждую из них, да. Да, вот, например. Вот. Вот. Мне интересно, в произведениях, которые вы исполняете, присутствует импровизация или это в штуке? Да, вот этим как бы мне интересно было, почему я как бы заинтересовался этой музыкой. Потому что она очень близка, да, к джазовым импровизациям, потому что как бы есть определенные законы в раге, то есть по которым нужно следовать. Ну, и очень много свободы, творческой свободы. То есть можно позволить настроению вот на данную секунду, да? Да, настроению как бы выразить себя, да, через рагу. То есть получается через какую-то мелодию, через определенные как бы там законы можно полностью свободой есть выражение. Это, конечно, что-то новое, совершенно необычное, к чему мы прикасаемся. Я знаю, что вы исполните для наших телезрителей. Может быть, вы скажете, что это будет, что это за произведение? Это будет утреннее. Как бы все раги, получается, есть определенное время для игры, то есть, например, для исполнения. Есть, например, утренние, дневные, вечерние, ночные раги. И вот я сыграю сегодня одну утреннюю рагу, она называется «Натпхайраф». Итак, буквально мгновение, и мы перенесемся на другую площадку для того, чтобы пробудиться под звуки музыки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!